Всем привет! Прямо с рабочего места, прямо со своего офиса, передвижного офиса, сегодня буду проводить прямой эфир. И эфир будет посвящён теме работы в Польше или работы в эмиграции. Точнее, работа в Польше, потому что у меня опыт эмиграции именно в стране Польша. И поэтому я могу делиться лично своим опытом, связанным с эмиграцией в этой стране. О, привет, Наташа! И так как у меня есть личный опыт жизни в Польше, и он является полезным, как я увидела, записывая ролики на ютубе, этот опыт очень многих вдохновляет, очень многие связываются, задают какие-то вопросы. Но, когда я готовилась к этому эфиру, ни одного вопросика ко мне не прилетело вообще. Поэтому я дам такую общую информацию. Привет, привет! Ой, Дима, как дела? Привет, Валентина! Поэтому я дам общую информацию. А если у вас появятся какие-то вопросики по работе, по именно теме работы, то задавайте мне. И вот я смотрю, что у нас тут в эфире есть люди, которые тоже много-много лет работают. У них тоже есть свой опыт, они тоже могут делиться какой-то информацией. Как всегда работаю. Я тоже работаю, видишь, я с рабочего места делаю прямой эфир. Кстати, вот я не знаю, как нарочно не придумаешь, заказ прилетел далеко-далеко от Белостока, и всё, теперь меня никто не будет отвлекать заказами. Вот. Что касается работы. Значит, есть несколько таких моментов. Конкретно в моей ситуации я приехала в Польшу по рабочей визе, не имея корней, не зная языка. То есть у меня самый такой сложный вариант пребывания. И за полтора года я уже потом посчитала, прежде чем пост писать перед эфиром, посчитала, и, оказывается, сменила шесть мест работы. И ещё плюс там несколько вариантов таких дополнительных, которые я за работу не считаю. Ну, за такой вот прям опыт польской работы. Это в основном мои хобби. И первое время, конечно, я пыталась монетизировать свои какие-то увлечения, свои хобби, то, что я умею делать в новой стране. Потому что очень интересный факт, что мы себя недооцениваем. Когда мы живём на родине, нам кажется, что если мы умеем вязать, то мы просто вяжем в своё удовольствие. Чем вот я и занималась. То есть в своё удовольствие я вяжу и до сих пор вяжу. Вот только что сегодня с собой не взяла вязание. Я всё-таки подумала, что надо поработать. Такой день предрасполагающийся к работе. Потом вот в Беларуси, например, я сама из Беларуси приехала. То есть порой те вещи, которые ты умеешь делать, как-то или, не знаю, или не принято, или что, монетизировать. То есть или просто кажется, что все это умеют делать, и поэтому нет смысла продавать то, что ты производишь. Когда ты приезжаешь за границу, ты сразу начинаешь вспоминать то, что ты умеешь делать, и у тебя уже мышление работает немножечко иначе. Потому что когда ты приезжаешь в новую страну, у тебя открывается совершенно другой мир. То есть пока ты жил за границей, то есть пока ты у себя на родине, тебе кажется, что ты сейчас приедешь за границу, и как-то вот все будет очень или страшно, или наоборот, я там сейчас покорю эту границу, как же она так без меня живет. Сейчас я тут всем покажу, как нужно жить. То есть люди приезжают совершенно с разными ожиданиями. Кто-то ничего не ожидает, кто-то ожидает рабский труд. И что интересно, очень многие люди идут в рабский труд, на самом деле физически прям тяжелую работу находят, потому что у них сразу изначально была установка, что если ты приезжаешь за границу, ты нафиг никому не нужен, твои привилегии и регалии здесь не ценятся, и, соответственно, тебя ждет только работа, которая как бы обслуживающий персонал. Ну, в основной массе так и есть, но если немножечко поменять свое мышление, если немножечко по-другому подумать, то все-таки можно найти достаточно классные работы, где ты себя будешь не сильно угнетенным чувствовать, не перетруждаться физически и зарабатывать хорошие деньги. У меня есть очень много знакомых, которые приехали сюда, хорошо устроились, и работают и в офисах, и специалистами, и хорошие деньги зарабатывают. Поэтому тут все реально. Но опять-таки доля везения и удачи тоже должна присутствовать. Без этого никуда. Даже бывает, что, например, некоторые говорят, что без знакомств, без языка, ну, ничего нельзя найти. Все можно. Есть все-таки какой-то процент удачи, когда ты встретишь каких-то людей или познакомишься с кем-то, вот только прибыл в страну, с кем-то познакомился, тебе сразу порекомендовали нормальное место работы, например, да. Ну, если мы сегодня говорим чисто про работу. Удачно я на эфир зашла. Да, Валентина. Я еще во вторник написала пост по этому поводу, что будет эфир про работу. Так вот, значит, ну, Дима, если ты смотришь эфир, если ты с моими словами согласен, то пиши «Подтверждаю», подтверждаю. Потому что у тебя тоже такой большой опыт пребывания в Польше. Это явно, что ты с людьми общаешься, и каждый рассказывает свои истории. В общем, опять-таки, зависит от того, как ты настроен пребывать там, где ты планируешь жить. И вот, значит, что нужно сделать? По крайней мере, я, как житель Беларуси, рассказываю алгоритм, что нужно делать, чтобы приехать работать. Ну, конечно же, нужна рабочая виза. Вот ты живешь в Беларуси, смотришь и думаешь, что делать? Конечно же, нужна рабочая виза. Даже если ты планируешь не в Польше работать, а в какой-то другой стране, то обязательно всегда делается целевая виза, именно рабочая. Немецкая, французская, неважно. Вот в какую ты собрался ехать, той страны нужно делать рабочую визу. Как это делается, я не знаю. То есть это нужно обращаться в специальные визовые центры, смотреть там информацию, или общаться со специалистами, пообщаться, чтобы они порекомендовали, рассказали, что нужно делать. Я уже почти 7 лет тут, но поменял всего 2 работы. Ну, видишь, ты более такой стойкий товарищ. Я всегда ищу то, что мне будет более комфортно и интересно. Даже порой не смотрю на доход. Конечно, то, что касается мужчин, ну, у вас немножечко всё иначе. Вам всё-таки нужно семью содержать, детей и так далее, и тому подобное. То есть у вас больше ответственности в плане добычи денег. Ну, и плюс выносливость физическая тоже играет большую роль. Ну, и моральная тоже. Сила тоже очень важна. А виза ПБХ, в которую я могу с ней устроиться? Я не знаю, что такое виза, Валя. Я не знаю, что такое виза ПБХ. Я не знаю, что это такое. Я вот могу сказать то, что я знаю. То есть рабочая виза точно. Если, например, ты едешь по туристической визе, то ты работать не можешь. Если ты едешь по приглашению какому-нибудь, там, по гостевой визе, ты работать тоже не можешь. По студенческой визе, там, по-моему, вроде как пару часов каких-то допускается в день работать студентом. А вот по ПБХ я не знаю. Значит, делаешь визу. Потом, ну, то есть, это тоже нюансы. У меня тоже есть видео. Я рассказывала, например, как я делала визы. Это виза мужа. Он программист, а я за ним прицепом. Не знаю, Валентина. Ну, серьезно. Вот эти вопросы, не знаю. Это надо спрашивать. Кстати, это можно спросить у агентов, которые занимаются устройством на работу. Они в основном там знают. Они, когда работают с эмигрантами, они знают, какие нужны документы. И вот, когда ты уже приехал в страну, ну, естественно, естественно, ты не отвлекаешь. Правильно, надо свои вопросы задавать. Вот на нетворкинг. Чего ты вчера на нетворкинг не пришла? Там, возможно, бы и был ответ. И смотрите, в основном это будет у вас приглашение. Например, чтобы в Польшу поехать по рабочей визе, необходимо приглашение от работодателя. Как я? А, ты в Гданьске. Господи, ты уже в Гданьске. Как ты успеваешь везде перемещаться? Здорово. У вас есть приглашение от работодателя. Это приглашение можно брать напрямую у работодателя, связываться с ним, показывать свои регалии, общаться и так далее. А можно через агентство. По поводу агентств я тоже очень много всегда говорю. Я им не доверяю. Но для каких-то своих вопросов все это можно порешать. И на самом деле с нашим мышлением белорусским можно порешать много разных вопросов. Даже с теми агентствами, которые не очень чисто плотные. Потому что я вот даже сейчас общаюсь с агентами. Я знаю, что очень многие устраиваются, идут в агентства для того, чтобы... Рекрутерами, которые ищут, можно устроиться только на разрешение получить на работу. Да. А, о. Вот смотри, Валя, тебе уже Дмитрий ответил, что можно устроиться, только нужно на разрешение получать на работу. Вот. И... Ну, супер, спасибо за ответ. Вот. И не зря зашла в эфир. Я буду тоже знать. В общем, когда у вас есть уже приглашение, этот вопрос тоже решаемый, вы приезжаете за границу. Я вам хочу сказать, что при пересечении границы первый раз, по крайней мере, бывает, что там работники проверяют вообще все-все-все документы. У вас может быть рабочая виза, но если нету приглашения, или оно не актуально, или еще чего-то с ним, закончился срок действия, то вас могут не выпустить из Беларуси. Поэтому, ну, это внимательно за этим моментом нужно следить. И вот вы, когда приехали уже в Польшу, у вас вот все готово, все документы, я не буду останавливаться на этом моменте, это просто общие-общие фразы, общая такая информация. Детали будем по ходу действия объяснять, когда будут поступать вопросы конкретные, тогда можно это все рассказывать. И когда вы приезжаете в Польшу, конечно же, вот тут как раз и ждет все самое интересное. Возможно, ту работу, на которую вы едете, она может вам не подойти. Это как вот в моем случае было, да. Может быть, вам не подойдут условия. Может быть, ну, как правило, то, что касается зарплаты, оно в основной массе все так и есть. Они и выплачивают, столько-солько нужно, столько-солько обещали. Ну, просто есть определенные нюансы. Если ты работаешь напрямую от работодателя, это будут одни деньги. Если ты работаешь через рекрутеров, агентств, которые работают напрямую, которые работают с разными организациями, то ты будешь чуточку меньше зарабатывать, потому что какой-то процент на себя берут агентства. Есть агенты-рекрутеры, которые напрямую от производства работают. Они тоже, ну, они, по-моему, процент никакой не берут. Они просто набирают народ на свое производство. И что интересно, Только сейчас я узнала такую информацию. Как-то можно было догадаться, конечно, можно было где-то прочитать. Но я специально не интересовалась, а вот вчера общалась с агентом знакомым и задаю вопрос. Слушай, а почему так получается, что вот вы набираете людей пачками, набираете на производство людей пачками, потом заканчивается работа, и вы их увольняете? Как так можно? Мы же белорусы привыкли к тому, что если мы устроились на работу, и у нас в контракте написано год, то мы работаем год, и всегда находится какая-то работа. Здесь же, когда тебя берут на работу, ну тут тоже есть, ты можешь работать по умову излицения, можешь работать по, боже, как это называется, умову излицения и умову, которая по договору работает. Подскажите мне, как это называется. Вот. И я, например, потому что по умову излицения, поэтому я так быстро выдала, умову излицения по-нашему это как примерно похоже по договору подряда. То есть тебя, ты можешь по договору подряда бесконечное множество лет работать, да, на производстве, если есть там работа. А, договор о праце, да, спасибо, Дим. Вот договор о праце – это очень классная штука. Ага, спасибо, Валь. Договор о праце – очень классная штука, потому что это как вот обычный договор у нас в Беларуси, когда ты имеешь соцпакет, стабильную зарплату, стабильную работу, и там достаточно сложно уволиться, чтобы тебя уволили, да. А когда ты работаешь по умову излицения, ты без соцпакета. Если ты болеешь, то болеешь за свой счёт. Если куда-то надо тебе уехать, ты выезжаешь за свой счёт. То есть никаких там дополнительных оплат ни за что нету. И в любой момент тебя могут уволить и сказать, что у нас закончился объём работы, до свидания. И это очень тут практикуется активно. Но не каждый человек это понимает. И поэтому он вроде бы как устроился на работу, обрадовался. Всё, меня взяли, ля-ля-ля, три рубля. Главное, на завод. Всё официально оформили. Даже платят. Ну, в любой момент могут подойти и сказать «до свидания». До свидания. Или подождите. О, и при умове излицения нет пенсионных отчислений и больничного. Да, да, да. Нет пенсионных отчислений и нету ещё твой отпуск неоплачиваемый. Да. Ну, вообще там нет никакой помощи. Тебе просто платят за то, что ты работаешь. Мы возлицения. Неужели там нету пенсионных отчислений? Мне кажется, что, по-моему, что-то там... А что в ЗУЗ платит? Какой-то ж налог же платит государству. Вот. Поэтому тут тоже нужно обращать внимание. Можно ли устроиться на работу без знания языка? Ну, конечно, можно. Вот перед вами сидит пример. Нету, да? Ну, хорошо. Перед вами сидит пример, который вот 6 работ поменял без знания языка. И сейчас работает в такси. То есть я в данный момент работаю в такси, но я вас не агитирую сюда работать, потому что это такая специфическая работа. Не всем она подойдёт. Здесь не всегда стабильный доход. Ну, и опять-таки много тоже разных моментов и нюансов, но не об этом суть. В ЗУЗ платят подоходные налоги. Ага, понятно. Вот. В принципе так. Если ты, вот тебе, например, ты приехал в Польшу, у тебя приглашение, виза, но тебе никак... Привет-привет, Ольга. Ну, тебе никак... Ну, не нравится тебе эта работа. Ну, не можешь ты там работать. Ну, не можешь ты там на ночные смены ходить. У меня и прав нет. Такси никак. Надо искать свои варианты. Значит, ну, не нравится тебе эта работа. Не забывай, что ты в основном будешь работать по умову взлицения. Если по умове опрации, то там немножечко тяжковато уволиться, насколько я понимаю, да, Дим? Или просто, если по твоей инициативе уволиться по умове опрации. Но обычно, если люди устраиваются работать по умове опрации, они уже до победного там сидят. Потому что это даёт возможность с уверенностью, во-первых, иметь постоянную работу. Во-вторых, ну, получать свою статусность. То есть вопросы легализации. Ну, например, там какую-нибудь карту побыта и так далее получить. Карта побыта – это временный... Есть временный вид на жительство, есть постоянный вид на жительство. Вот можно или временную карту побыта получить, или постоянную карту побыта. Опять-таки, всё зависит от того, на каком основании вы пребываете в Польше. В моём случае это только временная карта побыта. И там тоже очень много нюансов для того, чтобы её получить. Но у нас эфир не про это. И вот, значит, что делать? Ну, что делать? Вы договариваетесь с работодателем или с агентством, что вы не будете работать. Как правило, если вы через агентство работаете, у них там какие-то свои штрафные санкции есть. Ну, я вам так скажу, они незаконные, что ли. Типа такого, можно сказать, слова. Не знаю, как подобрать это слово. То есть это их внутренние условия для того, чтобы человек не уволился раньше заявленного времени. И я знаю случаи, постоянный вид на жительство только по корням можно получить. После ВНЖ можно оформить карту резидента. После временного вида на жительство можно карту... Дима, мы потом ещё пообщаемся. Мне что-то кажется, что карта резидента можно после сталого получить. Значит, договаривайтесь с агентствами. Они там с вас или списывают штраф, или не списывают. Ну, всё зависит от того, насколько адекватны агентства, и насколько адекватны вы сам. Вот. И увольняйтесь. И если вы находите работу, которая вам прям уже интересна и хорошо платит, и вы готовы там работать, то готовьтесь к тому, что... Это я говорю для тех, кто приехал по рабочей визе, что вам нужно будет делать разрешение. То есть вы не сами будете делать разрешение на работу, а работодатель будет делать за вас разрешение на работу. Я знаю, что есть такие работодатели, которые это делают за свой счёт. Вот. А есть работодатели, которые это делают за ваш счёт. Тут уже как вам повезёт, да? После временного карты резидента. Мы пообщаемся ещё. Вот, видишь, каждый раз всплывают какие-то моменты, о которых вообще даже и не знаешь. Я про карту резидента слышала, но я ещё не интересовалась вообще этой темой. Надо будет поинтересоваться и что-то такое сделать. Вот. Поэтому тут на самом деле возможностей очень много легализоваться, и на самом деле очень много возможностей найти работу. Кто бы что ни говорил. Вот я живу в Белостоке, да? Вот я живу в городе Белостоке. Вот Дмитрий, который пишет, что тут, он живёт в Варшаве. В Варшаве вообще не проблема. Ну, понятно, что в больших городах вообще не проблема найти работу. Тут уже вопрос стоит о зарплате, и вопрос стоит об условиях, и о жилье. Потому что жильё в больших городах дороже всё-таки стоит. У нас в Белостоке с работой проблема, очень большая проблема. Когда я приехала, эта проблема касалась в основном женщин. Тяжко, на самом деле очень тяжко найти работу. А сейчас уже пришло время, когда очень много мигрантов стало приезжать, то и мужчинам тоже очень сложно найти работу. Поэтому слово «сложно» касается тех, кто, вот знаете, ну, не знаю, в розовых очках, что ли, сидит или так далее. Сложно, но возможно. Опять-таки, если совершать правильные действия, то… А я прям целый маршрутизатор разработала. Что нужно делать для того, чтобы 100% найти работу, даже если ты не знаешь языка? Да, то есть там вообще совершенно нехитрые простые действия, но их просто нужно делать. И ты 100% найдёшь работу. И практически все, кто приобретал мой маршрутизатор, они все находили работу. Потому что там прям пошагово написано, что нужно делать. Действия разного характера. Некоторые там, например, вот я знаю люди, которые вот засели на сайт в Google, гуглят и ищут так работу через Google. Ну, это хороший вариант. Никто ничего не говорит. Но всё-таки более действенное есть. Так, вторая часть. Что интересно, впервые в жизни у меня прервался прямой эфир. Это удивительно. И тем более, что это прошёл не час, а полчаса. Поэтому мой эфир будет состоять из двух частей. На самом деле, я думала, что быстрее расскажу тему эту. Но она такая глубокая, что её можно часами, прям днями, месяцами рассказывать. Так, а на чём я там остановилась? В первой части я остановилась, уже не помню на чём. Но смысл такой, что работу найти можно при желании. При определённых действиях. И причём при ежедневных действиях. Если ты будешь лениться или думать, что ты же такой классный и молодой, не молодой, неважно какой возраст, то просто по этим данным, привет-привет, там что-то у меня сорвалось видео, очень странно, то ты ошибаешься. Ты ошибаешься, потому что таких, как ты, приезжают миллионы в новую страну. И даже порой возникает конкуренция в рабочей силе. Так, поэтому тут, конечно же, важен настрой. Важно понимание, что просто не будет. Но готовиться к тому, что, возможно, ты просто и быстро найдёшь хорошую работу. Вот мне, например, повезло со всеми, ну, с теми работами, на которых я долго задерживалась. Мне повезло. Мне нравился и коллектив, и сама работа меня устраивала, и, короче, и условия. В общем, мне всё нравилось. В такси, когда я пошла работать, это для меня была проба пера. Но у меня даже депрессия была. У меня на самом деле был депрессняк. Потому что, ну, стресс я за рулём, наверное, года два или три вообще не была. Потому что свою машину в Беларуси я продала, да. И, знаете, ещё новая страна, дороги не знаешь, город не знаешь, как с этим всём вообще работать, ты не знаешь. Ты сам себе предоставлен. Благо, что вот у меня мой арендодатель Антон, да, он, ну, вообще помог во всём. Прям сопровождал, прям пальцем тыкал и показывал, где, куда, чего, зачем и почему, как ездить и всё такое. То есть он меня очень долго сопровождал и слушал мои сопли, нюни и слёзы, всё на свете. Хотя нафиг ему это всё счастье нужно было. Но вот он относится к людям по-человечески и всегда готов помочь. И я очень рада, что таких людей очень много на самом деле в любом городе, в любой стране, я так считаю. А вот. И я думала, что это будет временная моя работа, но вот смотрите, я уже восемь месяцев. Дима, представляешь, я уже восемь месяцев в такси. Для меня это рекорд. На самом деле это большой рекорд. При том, что я не собиралась здесь оставаться, я собиралась что-то себе другое найти. У меня есть знакомые, которые имеют образование бухгалтеров, экономистов. Вот что-то там с финансами связанное, с бухгалтерией связанное. Они в основной массе здесь очень хорошо устраиваются, у них хорошие зарплаты. Достаточно примерно похожие, схожие условия работы, как и в Беларуси. Ну и я знаю, что практически каждый бухгалтер всегда говорит, что он больше этой деятельностью заниматься не будет. Однако приезжает за границу и всё равно работает в бухгалтерии. Потому что здесь прямой путь или на завод, или на какое-то производство, если ты не хочешь работать в бухгалтерии. Или где-то на спшонтане, то есть на уборку какую-то. Вот, ну или там на всякий... Не знаю, это самые популярные такие работы. Или куда-нибудь в садик, или ещё какие-нибудь такие принципы, да, и до свидания. Вот, работы. В такси всё-таки мне больше нравится тем, что здесь ты регулируешь время сам. Конечно, зарплата сейчас не очень интересна в Белостоке, поэтому я не рекомендую вообще, вот услышьте меня, не рекомендую в Белостоке идти в такси. Здесь зарабатывать сложно. Здесь невозможно заработать хорошие деньги, если не пахать. Конечно, если пахать по 12-13 часов, вот как я слышу, мужчины тут ездят, да, то да, зарабить можно. Или там, или ночью работать, я ночью не работаю, не выезжаю. Ну, то есть, прям пахать, прям практически тут жить. И вот я вожу клиентов, они то же самое говорят, что в такси нужно всё время пахать. Пахать, пахать, работать, ездить. То есть, я не знаю, когда у них есть вообще личная жизнь. Вот. Для меня это работа как возможность ещё заниматься своими увлечениями. У меня их много. И путешествовать, естественно. Чтобы было время для путешествия. Потому что, если ты устроишься куда-нибудь по найму идти работать, то забудь ты про свои путешествия. Ну, у тебя будут выходные, правда, да. Но ты будешь зависеть от работодателя. То есть, это нужно будет где-то как-то выкраивать свой отпуск, выпрашивать и так далее. Ну, мне это не очень нравится. Пока, на данный момент. Так, тут какая-то движуха. В общем, это то, что касается вопрос работы. И когда ты нашёл работу, работодатель делает тебе приглашение. Ты идёшь, работаешь и всё. Если не нравится, идёшь в следующую работу ищешь. То есть, на самом деле здесь просто найти. Если, например, в Беловостоке, здесь очень много русскоговорящих. Раньше одно время помощи было много. Сейчас много разговоров. Сейчас просто много разговоров между людьми и всё. Есть, конечно, которые помогают. Там где-то что-то подскажут. Но так как уже, знаете, вот есть люди... Привет, привет, Лариса. Есть люди, которые здесь давно работают. У них уже много знакомых. И, естественно, основная тема – это где-то кому-то какую-то подработку, работу найти. И, естественно, что если вы только-только приехали и только-только познакомились, то навряд ли вам в первую очередь вас позовут куда-то поработать. Позовут своих. Что ещё? Ну, в принципе, в общих чертах я рассказала. В общих чертах я рассказала. Смотрите первую часть. Страшного ничего нет. Если ты не знаешь язык, язык быстро подтягивается в тех случаях, когда ты в этой среде языковой крутишься. Я даже ходила на языковые курсы, ходила в полицейскую школу. Ну, конечно, что-то там я для себя взяла. Даже какие-то фразы стала строить на польском языке. Но так как я в основном общаюсь с русскоговорящими, и меня окружают русскоговорящие, то для меня язык, конечно, это ещё как на другую планету слетать. Не очень. То есть я ещё… Ой, серьги красивые. Да, да, да. Родословная, родовая. То сложно мне и с клиентами порой, и сложно общаться. И понимать это я понимаю, знаете, как собака. Я разумием олень. Ниц не муви. Или слабо муви. И всё. И они такие… Нет, страшно. Я говорю, всё нормально. Там кто-то на русский начинает переходить, кто-то не начинает. Просто там разговаривает. Тут я слушаю. И радио вроде бы слушаю, и фильмы смотрю. И погружаю себя в эту среду. Ну, всё равно мне тяжко. На самом деле в моём случае тяжко. Ну, это не говорит о том, что я хочу всё бросить, и мне страшно. Я всё равно иду в те инстанции, которые мне нужны. Решаю вопросы, которые нужны. Потому что если это не ты сделаешь, то за тебя фиг кто сделает. А если кто-то за тебя будет делать, то за это нужно платить денежку. А зачем платить денежку, когда ты можешь сам всё сделать? Ну, то есть такая история. Вот. Всё. Это то, что касается работы. То есть каждый раз, пока ты не сделал вид на жительство, которое не привязано к работе, тебе каждый раз на новой работе нужно будет делать разрешение. И я знаю, что многие работодатели не хотят порой заморачиваться с этими разрешениями. Им проще взять человека, которому не нужно разрешение, и всё. Если у них большой конкурс людей на какое-то место, конечно же, они предпочтут тех, кому не нужно делать разрешение. Я уже с таким сталкивалась тоже. Но, с другой стороны, это не критично. Если на самом деле работодателю прям нужны рабочие руки, он и заморочится, и сделает разрешение, и будете работать. Дима, что можно ещё такого рассказать в общих чертах о работе? Что осветить? Я так думаю, что, наверное, самое такое вообще глобальное, общими чертами, я уже всё рассказала, да? И ты помог. Если добавить особо... Добавить есть что, на самом деле добавить есть что, но просто я не знаю что, вопросов не было. И просто так вот пургу какую-то гнать мне неинтересно. Дима, наверное, ты занят, работаешь, да? Привет, Роза. Я уже тут заканчиваю свой второй эфир, вторую часть. Меня, знаешь, что вырубило через 30 минут. Я проводила эфир, и через 30 минут меня вырубил Инстаграм. И вот это вторая часть. Чтобы не могу добавить и прокомментировать, если ты хочешь, мы в личке с тобой помещаемся. Ну, конечно, Дима, мы с тобой в личке пообщаемся, естественно. Я это не про карту резидента заинтересовала. Всё, видите, вот человек работает, но однако же на связи всегда. С ним можно пообщаться, попереписываться даже, прямые эфиры смотрят. Ну, классная работа. Вот, ну, а я поеду дальше. Поеду всё-таки в сторону Белостока, поработаю ещё сегодня. И всё, тогда до новых встреч. Рада была видеть, слышать и пообщаться с вами. Следующий эфир будет тоже в субботу. В субботу в 12 часов. Тоже будет на тему эмиграции. Если у вас есть какие-то вопросы, прям, которые нужно вот вам осветить, то вы записывайте эти вопросы или в комментариях, или мне в личку отправляйте, да. Я на основании этих вопросов буду проводить прямые эфиры и давать пользу не только вам, а ещё и другим людям. Всё. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова